Артурчик звонил, война началась. Мы тебя кормили, а ты с нами так, грубо говоря, черт. Дико, абсолютно просто. Тяжело кого-то освободить, кто был свободнее, чем ты. Либо ты просто, наверное, сам себя никогда в жизни не простишь. Ему дали повестку в автобусе. Это «Старлинк» от Илона Маска, который пойдет в Украину. Я переобулся, не переобулся. Время юлить прошло. Люблю, целую, обнимаю. Дима, среди комиков ты был одним из тех, кто никогда не говорил про политику, про гражданскую позицию, у которого ничего не было известно. Более того, может, для тебя это обидно прозвучит, но ты всегда казался человеком, который между комфортом и риском всегда выберет комфорт. В конце февраля, когда началась война, многое изменилось. Про эти перемены и про русскоязычный юмор во время этих перемен мы хотели бы с тобой сегодня поговорить. Мой рецепт прост для всех артистов. Рецепт один — выезжать из России и заявлять, что ты против. Ты потеряешь в моменте что-то. Но у всех этих людей есть много денег, и они могут себе это позволить. Я считаю, что не сделав это, ты окончательно останешься на темной стороне. Для начала, где ты был, что делал 24 февраля? 24 февраля я был у себя дома в Подмосковье. Я проснулся от того, что жена меня разбудила с фразой «Артурчик звонил, война началась, разбомбили восемь аэродромов». — Артурчик? — Артурчик — это мой друг Одессит, с которым мы жили вместе в Москве. Мы несколько лет снимали однушку на Тепличном переулке — это Октябрьское поле метро — и жили там втроем. И я, и Янчик, и Артурчик. До этого мы были в Одессе КВНщиками из разных команд КВН и в дальнейшем из одной команды КВН. И вот Артурчик звонил и говорил, что началась война и что взорвали восемь аэродромов. Я встал, спустился вниз, созвонился с Артурчиком, посмотрел новости, пришел дикий шок. И буквально через пару часов сказал жене, что, скорее всего, мне придется уехать. Вкратце, это было вот так. — Но ты не сразу уехал? — Я не сразу уехал. Мне нужно было подготовить какие-то процессы. — Это какие? — Это… — Доверенности судного дня? — Доверенности, деньги и какие-то еще прочие вещи. Я думал ехать позже, но я уехал раньше. Я уехал 4 марта. Я думал, что еще есть время у меня, месяц, наверное, пособираться, но через пару дней понял, что уже невозможно оставаться. — Куда ты поехал? — Я поехал в славный город Стамбул. Туда, куда были билеты. Я купил билет в каком-то диком ажиотаже за 130 тысяч рублей. Причем цены росли. С утра он был 80, под вечер он был 130 в тот день, когда я брал. Меня накачали информацией, что в аэропорту ФСБшники досматривают телефоны. Я вычистил с телефона практически все, вплоть до заводских настроек. То есть фотографии, все приложения были удалены. Третьего ночью я не мог уснуть. Утром надо было ехать. Мне было страшно, что меня начнут в аэропорту принимать. Потому что я выложил пост 24-го числа про украинский, что я с Украиной и что происходит дичь. Но в аэропорту никого вообще не было, кто меня что-либо спрашивал. Я прошел туда внутрь все досмотры и контроли. Мы ждали, переносились рейсы, наверное, часа три мы ждали там в очереди. Потом нас посадили в самолет. Мы еще два часа сидели в самолете. И когда взлетели, все выдохнули, поняли, что все круто, мы летим. Я врубил в наушниках океан Эльзы, немного сплакнул и полетел. До того, как я вылетал, когда я собирал вещи, я плакал, плакал. У меня была небольшая истерика, потому что я смотрел на все, что я, так сказать, чего я добился в плане дома, быта, все, что я делал своими руками. Беседка, гриль, всякие картинки, снимал видео и понимал, что больше я это не увижу. Дом, в котором я прожил пять лет, тот уровень жизни, скажем, которого я достиг, что с этим я прощаюсь. Жена остается еще на какое-то время, потому что она сразу ехать не хотела. И я полетел. Прилетел в Стамбул, заселился в гостиницу, пошел прогулялся. Провел Стамбуле два дня, потом улетел в Польшу. — Мы в Люблине. — Да. — Это тот самый склад, где ты проработал месяц после того, как уехал из России? — Все верно. Это именно он самый большой в Европе склад гуманитарной помощи для Украины. — Как ты здесь оказался? — У меня есть одноклассник Саша Чудинов, с которым мы в школе хорошо дружили. Он переехал после школы, после института в Амстердам и жил там больше десяти лет. И когда я выехал из России, находился пару дней в Турции, я с ним списался. Он прислал мне много фоток, как они с друзьями загрузили тачки полностью гуманитаркой. Приехали в Польшу на границе, передали это в Украину, забрали каких-то людей, привезли в Варшаву. И я ему написал, давай я тоже приеду, потому что я ничего не делаю, хочу тоже быть как-то полезен. Я приехал в Польшу, мы встретились, начали делать примерно то же самое, возили людей с границы. И потом появился этот склад, точнее он появился раньше, но у нас появилась информация, что появился склад. Мы решили приехать, приехали сюда, и с тех пор мы здесь месяц были. Но Саша до сих пор здесь, уже два с половиной месяца. Здесь обычно, когда ты приходишь, если ты волонтер, ты надеваешь жилетку зеленую, записываешься, что ты пришел. И когда уходишь, железку сдаешь и выписываешься. Здесь как раз сейчас происходит обед, не будем отвлекать ребят, потому что они кушают. Идет обед, я вас проведу дальше и покажу вам, что здесь есть. Вот это зона, это зона сортировки, где все, что пришло из разных стран, открывается, пересортировывается по каким-то нужным алгоритмам, чтобы там была еда с едой, одежда с одеждой, медицина с медициной. И запаковываются в палеты. Палеты – это вот, грубо говоря, деревянный поддон, и сверху ящики, и все это замотано. И эти палеты потом упаковываются, загружаются в траки. Траки прибывают вот сюда, становятся к этим дыркам. Вот такие дырки, видите? Из этих грузовиков с помощью таких погрузчиков, либо ручных погрузчиков, все разгружается внутрь и рассортировывается по отдельным рядам. Вот, если вы видите, вы должны знать, что это. Вот сегодня это пришло. Тут пишется, что это. Это Starlink от Илона Маска. Спутниковый интернет, который пойдет в Украину. Что за люди здесь работали, когда ты был? Все люди, которые здесь работают – это волонтеры, никто не получает денег. Это люди, в основном, выехавшие с Украины после начала войны. В основном, это женщины. Многие даже с детьми. Здесь есть отдельная комната, организованный детский сад, где дети могут поиграться вместе под присмотром взрослых людей. Здесь очень много людей, которые искренне тронули меня до глубины души. Это украинцы, которые давно уехали из Украины и живут в Штатах. Чувак один в Ираке жил. Ребята из Калифорнии, женщины откуда-то из Нью-Йорка, которые просто по зову сердца приехали просто для того, чтобы помочь. Они живут в Калифорнии? Да. Украинцы? Украинцы. Покупили билет в Польшу и переехали на какое-то время сюда? Прилетели на какое-то время, может на месяц, три недели, два брата и грузили здесь коробки. Очень так яро грузили без перекуров, скажем так. Есть история про мальчика. Про мальчика, маленького мальчика, которого из Киева. У него пропал без вести, либо погиб отец. Он остался сам. Мать живет в Греции. Мальчику пять лет. И этого мальчика в Киеве передали с какой-то женщиной до Винницы. В Виннице передали с другой женщиной до Львова. С Львова его передали сюда. Он прибыл на склад. Здесь пробыл два дня. И мать приехала из Греции и забрала его. Этот склад каждый день пополняется чем-то. И бывают такие дни, почти полностью опустошается. Сейчас здесь достаточно много всего. Это все одежда, 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 одежда. Одежды очень много. В первую очередь, склад нуждается сейчас в еде и в медицине. Это первая потребность. Одежда вообще не в топе. И одежду, насколько я знаю, уже можно даже не присылать. Вот корм. Корм для животных поехал. Потому что дофигища животных остались. Кто без дома, кто еще как. О которых, естественно, забота идет во время войны не в самую первую очередь. Люди пытаются спасти жизни. Животные оказались на втором месте. После того, как груз пришел, он отсортирован и упакован на отправку. На каждую палету клеится специальная вот такая бумажка, где отмечено, что здесь. Тут личная гигиена, вот особистая гигиена. Есть QR-код у каждой палеты. И каждая палета может отслеживаться в цифре в автоматическом режиме. То есть, чтобы ничего нигде не потерялось никак, не дошло ни туда. Морзе Мы в Гамбурге. Мы приехали сюда, чтобы рассказать историю Фридриха Герке, немецкого инженера, сыгравшего важнейшую роль в истории цифровизации. Работая в середине 19 века на местном телеграфе, Герке придумал азбуку Морзе в том виде, в котором она дошла до наших дней. Изначальный вариант азбуки, который создал американский изобретатель Самуэль Морзе и его коллега Альфред Уэйл, был очень неудобен в использовании. И именно Герке упростил его, оставив только точки и тире. И по телеграфной линии Гамбург-Куксхаффен было передано первое сообщение в новом формате. Этот вариант азбуки позже был сертифицирован Международным союзом электросвязи, а сам Герке получил должность директора Гамбургской телеграфной службы. Чайка. Поговорить про историю цифровизации мы решили, потому что это интеграция, про VPN-сервис Surfshark. Мы уже рассказывали про него в одном из недавних выпусков. Для тех, кто не видел или еще не установил себе Surfshark, напомню детали. Тем более за это время VPN-сервисы менее актуальными не стали. В Surfshark используют надежное шифрование, поэтому можно безопасно подключаться даже к общедоступным Wi-Fi-сетям. При этом внутри приложения ваши действия не регистрируются, а система защиты настроена так, что определить ваше местоположение невозможно. Возможности Surfshark сильно шире, чем базовый функционал VPN-сервисов, и настраивать их можно под свои потребности. Приложение очень просто и быстро устанавливается, а по единой подписке его можно одновременно использовать на неограниченном количестве устройств. Причем не только на смартфонах, но и на компьютерах, смарт ТВ и других девайсов. Переходим по ссылке в описании и скачиваем VPN-сервис Surfshark. И не забываем про промо-код. По нему будет скидка в 83% и три месяца в подарок. Вперед! До 24 февраля ты вообще не говорил про политику. Да. Ты был такой божий одуванчик. Я сейчас божий одуванчик. В смысле любой какой-то острой темы, касающейся общественной жизни. После 24 февраля ты стал палить постами в Инстаграм. Ты появился в интервью на канале «Популярная политика». Да. Где ну просто максимально прямо высказался относительно того, что ты думаешь о нахождении в России сейчас. Как ты сам себе объясняешь, почему это произошло? Потому что это коснулось лично меня, и время юлить и скрывать свои взгляды прошло. И настало время говорить, помогать, быть для кого-то ориентиром, кто может сделать так же. До этого всего я бы не сказал, что у меня не было этой позиции. Но я считал высказывать ее для себя неуместным, что я чего-то лишусь, и что я приобрету при этом, я не понимал. Про какую позицию ты говоришь? Про позицию, что мне не все нравится, что происходит в России, начиная там с аннексии Крыма и прочих процессов. Почему ты продолжил жить в России после того, как Россия аннексировала Крым? Это ожидаемый вопрос. На тот момент меня это как-то не триггернуло до уровня критического, чтобы я сказал, все, я уезжаю. Я приехал в Россию в 2010 году, когда все было относительно тихо и спокойно, когда не было в повестке никаких конфронтаций между странами, когда российские туристы приезжали в Одессу отдыхать, когда все было достаточно ровно, скажем так. Может, я какие-то забываю вещи, но достаточно... В те годы на параде победы в Киеве 9 мая украинские и российские войска шли рядом. Зафиксировали. Да. И когда через четыре года моего развития в Москве произошла аннексия Крыма, я, наверное, думал, как мое дальше нахождение и работа в России вредит Украине. И я не находил четкого ответа и четкой взаимосвязи, что это действительно как-то вредит Украине. И фактором еще, который сыграл для меня роль, наверное, что не было при аннексии Крыма какого-то кровавого террора. Насколько я помню. Но при этом началась война на Донбассе. Это второй вопрос. И там крови было очень много. Там крови было много. И она продолжалась все восемь лет. Я не хочу оправдываться, не хочу говорить, что у меня это было нормой. Я этому не придавал должного значения, потому что в силу разных причин. Не было того накала и критического уровня, чтобы я сказал «все, я возвращаюсь». Я человек, который приехал в Россию, прожил какое-то время и думал дальше жить, развиваться в России. Но то, что произошло в этом году, 24 февраля, для меня стало тем, что зацепило меня полностью. Потому что это коснулось меня намного ближе как будто бы. Это коснулось моих друзей, мою семью. И можно долго говорить о том, что я переобулся, не переобулся, но у меня было одно мнение, стало другим. И вот так произошло. — Правильно я понимаю, что ты сейчас пару минут просто объяснял, что ты смолодушничал? — И тогда комфорт ты все-таки предпочел? — У меня тогда даже не стал такой вопрос. Типа, что я остаюсь и предпочитаю комфорт. Вот как-то так. Мы можем расценивать это как смолодушничал, не знаю, поступил неправильно. На тот момент я этого не понимал. Я это понял только сейчас. И не факт, что если бы я сейчас вернулся обратно, что я поступил бы по-другому. На тот момент я был вот таким человеком. — Девочка Лера здесь была, она уехала обратно в Украину, она застала войну начиная с 2014 года. Она все это время была связана с войной, потому что она работает парамедиком, военным медиком, который на поле боя помогает, как бы это ни звучало, собирать ребят. Потому что она рассказывала страшные истории, когда у тебя есть две минуты ровно, чтобы выбежать на поле боя. Как она сказала, просто собрать то, что удалось собрать и где-то в стороне что-то из этого пытаться восстановить. И она все время в очень тяжелом эмоциональном состоянии была. Ей постоянно на телефон приходили какие-то смс-ки, что кого-то не стало, кого-то не стало. И она все время была в шоке, что всех моих друзей нет. И они постоянно умирают. Это вот то, что она все время говорила. — Но она вернулась? — Она вернулась обратно, она где-то там. Мы ей что-то там передавали, какие-то турникеты для ребят, кто там на войне. — Турникеты? — Турникеты — это такая штука, жгут. Используют, чтобы наложить на конечности. Принцип турникеты — что ты можешь сам его затянуть. Он с такой пластиковой штучкой. И написать время — это для того, чтобы не потерять конечности, если ты ранен в ногу или в руку. И эти турникеты очень необходимы там, потому что их нету, их мало. — Всегда думал, что выступаю для умных людей. Но был поражен, сколько среди моих подписчиков людей, одобряющих российские действия. Как ты понял, что они одобряют? — Потому что когда я начал выкладывать, начали отписываться люди и писать мне комментарии гневные, что я, грубо говоря, чёрт и не понимаю, что происходит. И они думали, что я другой, а я на самом деле вот такой. — Какие претензии тебе предъявляли? Что ты карьеру сделал? — Стандартный набор, что мы тебя кормили, а ты с нами так. Что ты там сидел с нами за столом и оказался предателем. А чё ж ты раньше молчал все эти восемь лет? Ну всё то, что прилетало многим тогда на первой волне всего этого. — Что ты отвечаешь на «мы тебя кормили, а ты с нами так»? — У меня на это один ответ, что никто меня не кормил. Что я кормился всегда сам, что я не сидел ни на каких дотациях. Мне никто не выделял какие-то бюджеты, чтобы я был в России. Я приехал в Россию точно так же, как я мог приехать в Румынию или любую другую страну. И своим трудом, достаточно тяжелым, я бы сказал, может не физически, но морально, чего-то в России добился. Бесспорно, бесспорно, это произошло в России. И я благодарен России. Я не перечеркиваю всё, что было. Я благодарен за то, что было. Благодарен тем зрителям, которые ходили на мои концерты. Благодарен тем продюсерам, которые снимали меня во всевозможных передачах. И отношусь к тому, что было и за что я говорю спасибо. Организовано всё достаточно просто. Понятно, здесь работает волонтёром парень, которого зовут Лео. Он из Германии. И он здесь наладил всю логистику внутри склада, чётко по-немецки. Так что всё стало упорядочено. До этого были какие-то с этим трудности. Он уже больше двух месяцев здесь работает. Приехал из Германии, просто чувак хочет помочь, поддержать. Очень много людей приезжают из Франции, из Испании, из Великобритании, что-то привозят. Лео, ты работаешь в Help Ukraine Center? Да. Что ты делаешь? Я делаю процессы в Великобритании. Все операции. Я проверю, что каждый блок идет в правильный момент. И что мы имеем в виду четвертую структуру. И что все операции служат, которые работают с мягкой. Для логирования и логирования. И командовать людей. Андрей- отдыхают, да? Я делаю десятки, как мы называем его обучение. Как я называю это? Кого ты работаешь? Я делаю в Германии бизнес в Германии, что для медицинских средств и пит Coleman. Я свою компанию, свою свою брену. И на самом деле я делаю, например, full-time MBA в WHU. Это очень известная университет в Германии. Бизнес-школ, Манеджмент, Мастер. Вы остановили ваш бизнес? Нет. Или вы просто работаете без вас? Ну, я работаю ночью и ночью. Extra shifts. А, вечером вы в центре. Я обычно туда каждый день, с утра до вечера. И потом я домой, учусь и работаю в моей компании. Иногда между. Как вы появились там? Сначала я с моим автомобилем и с моим автомобилем в Германии. И в предыдущем автомобиле был в Германии. Так что я продавал свои вещи. Потом я транспортировал людей в Германии. Потом я купил еще один автомобиль из компании, который мне донатил все деньги. Потом я поедал 12 дней на полчаса украинской области и путешествовал 1,500 километра в день. И потом я решал, что это не закончилось. И потом я решал, что это не закончилось. И я хочу опять помочь с оборудованием. И потом я пришел туда, и там нет структуры. Так что я сказал, что я могу быть ответственным. Я беру риск, чтобы это сделать. И, да, структурировал все, и создавал концепт для здравоохранения. Украинские источники? Нет, не совсем. Почему это важно для тебя? Потому что мы все европейцы. Ты живешь в Европе, я живу в Европе. И война происходит в Европе. И я чувствовал, что я должен помочь. После твоего концерта в Варшаве мы общались с девушкой из Гастомеля. И она то ли 10, то ли 11 дней провела в оккупации. И она рассказывала про ужасы, которые происходили. Не с ней лично, но с ее знакомыми. То есть с людьми, рассказам которых у нее нет оснований не доверять. И про изнасилование, и про убийство во время попытки эвакуации. Я, как гражданин России, просто не знаю, как себя вести во время этих разговоров. Ну то есть я вроде бы к этому не причастен, но при этом мне просто хочется провалиться под землю. Ты жил в России все это время. Как ты себя ощущаешь? Я точно так же, как ты. Мне от этого дико неловко. И первое время, когда я сюда приехал, в Польшу, я тоже был весьма в неловком положении. И когда мы на границу забирали людей, я надевал шапку, чтобы быть менее узнаваемым. Потому что я боялся, что… Ну не боялся, у меня было ощущение, что я не совсем как бы имею право что ли помогать. И я боялся, что кто-то меня узнает и скажет, типа, что ты здесь, зачем ты здесь, иди отсюда нахер, ты из России. Вот так. Даже учитывая то, что я изначально из Украины. Как ты боролся с этим чувством? Я увидел потом ребят, которые меня узнавали. Мы везли там беженцев, женщину с дочкой. И от них не было никакого хейта в мою сторону. Я кое-как рассказывал свою историю, что я оттуда решил уехать и теперь я здесь. Они воспринимали это как какую-то поддержку и как хороший правильный выбор. Потом я общался с ребятами здесь, которые тоже как бы респектовали за позицию и понял, что все нормально, я все правильное делаю. Германия имеет то, что очень важное, как чувство гражданства. Потому что нацизм. Да. Есть очень популярные субъекты сейчас между людьми, которые не поддерживают войну, чувство гражданства сейчас. Да. Да. Как вы знаете, как молодой человек, как твои родители и родители транспортировали это? Как они работали с этим ощущением? Да. Многие немцы, как я знаю, из моей семьи, не поддерживали войну. И они должны жить в этих условиях. Они были заставлены, 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 что случилось. И это было очень долго. Но я не могу сказать, что я не могу сказать, потому что это так далеко, что это не я. Это произошло в прошлом, но я думаю, что молодая семья, вы не должны чувствовать себя гражданами за эти дни. Это много лет назад. Это уже 77 лет назад. Это новая год. Как вы учите это в школе? Это очень хорошая вопрос, потому что мы говорили много в школе об этом. Очень много. Когда я помню, в школе, это всегда было субъектом. И мы говорили о культурах, о Second World War, мы говорили о религии. Это очень много процессов и трансформаций в школе, так как люди получили информацию об этом. И твои ученики, что ученики сказали вам, что это была катастрофа, где Германия выступили. Да. Германия организовала? Конечно. Какие слова? Да. Они принимали эти слова. Они действительно показывали, как плохо это было, и что Германия действительно сделала. Так что все в Германии знает, что Германия делала в этом году. Это одна из самых больших катастрофов в нашей истории, которая документирована очень хорошо. это не далеко. Ты знаешь все, ты знаешь книги, ты знаешь фотографии, это было ужасно. Все знают это. Я помню свое первое впечатление от комика Дмитрия Романова. По-моему, это был 2013 год. Можна была беременна вторым ребенком, и она смотрела стендап на ТНТ. Я либо был рядом, либо работал в той же комнате. И выходил чувак с афро таким. Говорил, что он из Одессы, и шутил про то, как он бережно и экономно относится к деньгам. Да. Прошло восемь лет, мы пришли в стендап-стор на твой концерт. Да. И ты шутил про то же самое. Да. Вот эти восемь лет ты продолжал это делать, или вот я застал просто момент, между которым был какой-то перерыв, и ты шутил про что-то другое? Да. Я делал перерыв ровно на восемь лет. Я пошутил про это вначале, и когда ты пришел, это был второй раз. Я шутил в эту тему много. Возможно, нам больше, чем нужно, в связи с разными факторами. Во-первых, что нужно было все время что-то выдавать, а это хорошо получалось. Во-вторых, может быть, я там ленился развиваться в других темах, но помимо этой темы через, может быть, года три появилось много других тем, не связанных с деньгами, не связанных с тем, что я еврей. И последние несколько лет я вообще, по-моему, не употреблял слова евреи впрямую. Может быть, минимум шуток. Всю тему про то, что я там, грубо говоря, движок юмора, что евреи жадные, я его намного меньше использовал, чем раньше. И я стремлюсь к тому, чтобы от этого вообще отойти. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я понимаю, что это, как комика, то, над чем мне нужно работать. И я собираюсь над этим работать, и уже какое-то время работаю над этим. Это то, что мне не сильно нравится. То, что является, скажем так, клише, на которых я паразитировал какое-то время. Я понимаю, что дальше нужно что-то новое. Бывало, когда тебя тошнило от этого? Никогда. Я, на самом деле, в этом очень органично себя чувствую. Потому что это же я не придумал, что я строитель и про кирпичи все время рассказывал, а я, на самом деле, их в жизни не видел. Я действительно люблю деньги, я люблю какие-то лайфхаки, я люблю какие-то хитрые штуки. Просто, когда этого много, зрителю это действительно приедается. Но у меня всегда были какие-то разные штуки про деньги, шутки про деньги, про разные хитрые штуки. Просто в массе оно выглядит, как будто я хитрый еврей. Удачи! Ты рассказал, что тебе для поиски нужен был тест на ковид? Да. И ты пошел за поддельным тестом. Я правильно тебя понял? Да. Делать поддельный тест на ковид — это норм? Обязывать делать тесты, чтобы зарабатывать бабки, для меня тоже не норм. Потому что я был на этих тестах и видел, как все происходит. У меня нет уверенности, что это доезжает до какого-то амбулаторного исследования. Ну что значит «нет уверенности»? Нет уверенности. У меня есть уверенность, что люди рубят бабло. И я… Это моя ответная на эту реакцию. Ну ты же понимаешь, что таким образом ты подвергал риску тех, вместе с кем ты летел? Не уверен. Я согласен с твоей претензией, она имеет место быть. Но судя по тому, что я не болел, переболев до этого задолго, я не думаю, что кто-то болел в другую. Чем человек, который подделывает тест на ковид, отличается от власти, которая подделывает правду в телевизоре? Это резонная претензия. Я согласен с тобой. Сейчас я привит. По-настоящему? По-настоящему. Или в том духе, как прививались летом 21-го года в России? Нет, я привит по-настоящему. Я стараюсь по жизни меняться в лучшую сторону. И то, что ты обратил на это внимание, не останется бесследно исчезнувшим в моей жизни. Несмотря на то, насколько мне сильно нравятся всякие лазейки, я стараюсь меняться в лучшую сторону, становиться человеком, который думает о безопасности окружающих. Сколько стоило два концерта в России? В последнее время, по-моему, 350 тысяч рублей. Но я отошел от этой схемы гонорарной и начал работать вот только сейчас на процент. Сбора? Да. Это выгоднее? Я еще только начал, по ходу, да. Но это как минимум честнее. Потому что когда ты работаешь на гонорар, у тебя все время какие-то проблемы, какие-то организаторы, может, не сильно опытные, говорят, не продается, снести гонорар, у вас все время какие-то качели, выяснения отношений. Поэтому проще работать на процент от прибыли. И это честно. Ты получаешь столько, сколько в итоге пришло людей. У тебя был какой-то самый хлебный месяц, когда ты подсчитывал, а ты наверняка подсчитывал, в конце месяца? Я в конце каждого месяца подсчитываю. А. Есть месяц, когда был рекорд? Я не помню сколько, но есть, может, что-то... 7 миллионов, может быть. Сейчас ты будешь зарабатывать меньше? Какое-то время явно да. Какое-то время? Да. Я сейчас не пущусь в турне. По всему миру. Концерты каждый день. Не-не-не. Я удивился, что какое-то время. То есть ты рассчитываешь вернуться на эти заработки? Да, я рассчитываю зарабатывать больше. Может, что-то еще я придумаю. А как? Расскажи, как ты видишь будущая карьера? Карьерная я вижу точно так же. Выступать по миру с концертами на процент. И по идее все должно быть хорошо. То есть я давал 40 концертов в год примерно раньше. Я думаю, имея географию разных стран, я могу давать те же 40 концертов в год. То есть, по сути, сейчас ты планируешь, что вместо Москвы, Казани и Владивостока у тебя будет Нью-Йорк, Чикаго, Сан-Франциско? Да, Израиль, Польша, Германия. Как бы все страны, где есть русскоязычные люди. Вот мой друг Слава Комиссаренко. Он еще до войны в Польше у него быстро продалось много концертов. Он, конечно, популярнее меня. У меня продастся меньше концертов. Но то, что тенденция есть, это точно. На данный момент это не главное. Главное, чтобы закончилась война. И все концерты, которые я буду давать, я буду перечислять на благотворительность какое-то время точно. Все или часть суммы? Сначала все, потом часть. Потому что у меня мои запасы тоже не бесконечные. Я часть из них отдаю просто так из своих запасов. Ближайшие концерты я тоже полностью буду отдавать. А потом мне бы хотелось хотя бы выходить в ноль по жилью. Ну, квартира там, еда, может быть. Дима, огромный молодец. Вы тоже большие молодцы, что это все организовали. Вы все сегодня помогаете Украине. Вот вы на первых рядах чуть больше помогаете. Вы сзади чуть-чуть меньше. Вот вы там в конце еще чуть-чуть. Вы вообще вне политики. Слава, давно не виделись. Да. Ты разогревал сегодня Диму Романова. Как так вышло? Ну, вот так вышло. У Димы Романова в Варшаве благотворительный концерт. Мы с Димой, как это сказать, обрели снова дружбу. У нас был перерыв в дружбе. И вот у него были благотворительные концерты. И как раз вот договорились, что я приеду и его разогрею. Где тебя война застала? В Киеве. У тебя сейчас получается просто беспрерывное движение на запад уже, да? Ты был в Москве. Спасался там от Лукашенко. За мной выехала КГБ прямо к дому. Так. Ты уехал? Уехал в Киев. В Киеве ты прожил? Получается, с 25 декабря по 24 февраля. Ну и вот там трое суток, что мы выезжали. У тебя там стало получаться? Да-да-да. Было очень много концертов. Мы постоянно гастролировали там с ребятами. Очень много концертов. Мы там планировали снимать подкасты, все делать. Там я с Иваном Дорном уже договорился. Там были разные планы. Ты полноценно переехал? То есть у тебя… Ну нет, я все еще жил в отеле. Потому что я там квартиру не мог снять. И у меня там вещи оставались. Потому что я… Ну как бы… Когда я уезжал, там час у меня был, я собрался и поехал. Ты в шоковом состоянии уезжаешь, не понимаешь, что происходит. Что-то взял с собой. Такой. Поехал. Не понимаешь, когда едешь, и ты не понимаешь, я вообще… Ну правильно, что я еду? Или может зря я еду? Или я вообще там, ну, испугался? И не надо было бояться. Или надо скорее ехать, и они уже там где-то. Но вот, как я тебе уже говорил, там через буквально несколько часов они приехали. Они уже в этот же день приехали. Белорусские КГБшники в Москве? Да, да. Под мой дом. Белорусские КГБшники? Да. Которым, видимо, разрешено все. В России? Да. Это не их страна просто? Ну, им можно все. Российской армии на территории Беларуси можно многое. Вот, получается, как-то они там договорились. Что вот есть какие-то неугодные люди, можно их там… Ты ожидал, что Россия может начать войну? Абсолютно не ожидал. То есть это был шок просто тотальный. Потому что, наверное, все ожидали, что будет какой-то предлог. Да? Что будет какая-то типа провокация. Что там Россия изобразит какую-то стрельбу со стороны Украины. Скажет, вот вы там что-то взорвали, там разрушили. И мы в ответ на это там на вас нападаем. Они даже не удосужились ничего придумать. Просто поехали. Как на автобусе. Это дико абсолютно просто. По-честному, как ты и тусовка комиков из ТНТ, к которой ты был причастен долгое время… По-любому. …относилась к Александру Долгополову все эти годы? Я не скажу за всю тусовку, потому что я у каждого не спрашивал. Мне кажется, многие относились со скепсисом. Я могу ошибаться, конечно. Конкретно, наверное, за небольшую выходку, которую он устроил на стендап-фестивале, когда начал несогласованно есть гречку из какого-то судочка во время выступления. Расскажи. Так и была какая-то ситуация, когда у него было выступление. Я не помню, съемка уже была или нет. Но он его поменял и начал есть какую-то гречку. И это не понравилось тем, кто был ответственен за проект, за редактуру. Лично мое отношение к Александру Долгополову. Я его уважаю за ту позицию, которую он высказывает. Я его уважаю за то, что он есть и выступает. Но как комик в меня он не попадает. Это нормально. Я наверняка не попадаю в кого-то еще. Просто мне казалось, что в тусовке ТНТ к нему относятся с презрением даже небольшим. Не думаю. А сейчас, просто занятно наблюдать, как жизнь поворачивается, вот этот вот субтильный парень оказался человеком, у которого яйца покрепче, чем у тех, кто изображал из себя мачо все эти годы и казался таким вот альфа-самцом, альфа-самцом. Война вообще в целом вскрыла людей очень по-разному. Кто казался одним, оказался другим. Кто оказался другим, оказался третьим. Также мы хотим прорекламировать нашего спонсора. Это Дом престарелых под названием Гаага. Дом престарелых Гаага. Так будет лучше для всех. Я же ничего не путаю. В том числе благодаря тебе Нурлан Сабуров оказался в Москве. Можно сказать и так, но я всегда от этого открещиваюсь, потому что он бы оказался в Москве и не благодаря мне. Так просто совпало, что я был тем человеком, который принес в офис весточку, что на просторах России появился славный парень Нурлан. Он тебя разогревал в Якате, да? Да. И ты сказал, что кажется он смешнее меня. Я сказал это себе, стоя за кулисами перед своим выступлением. С какими эмоциями ты это себе говорил? С какими эмоциями я себе это говорил? С завистью или с напрягом? Не то, что с завистью, но типа охереть. Как так можно? Не то, что нету никого смешнее меня и не может быть, но на тот момент какой-то парень, разогревающий языката, такой смешной, типа как так вообще? Но тогда, выступив после Нурлана, я тоже был очень хороший. Как ты относишься к тому, что произошло с ним в США? Я считаю, что он совершил ошибку. Ошибку в том, что он поехал с этими концертами в этот момент выступать. Этого, мне кажется, не нужно было делать, нужно было эти концерты перенести как минимум, либо отменить как максимум. Мне кажется, на него повлияли кто-то из тех, кто эти концерты организовывал, кто говорит ему ехать, не ехать, на чье мнение он равняется. Не то, чтобы они в этом виноваты, но я думаю, это не его окончательное решение, хотя должно быть его, наверное. Как ты думаешь, как Нурлан может исправить то, что ты назвал ошибкой? Как минимум, высказать, что… как минимум, что эта поездка была неуместна в это время. Почему он это не делает? Думаю, ему нельзя. Ты смотрел, а что случилось с Долгополом? Его шоу? Да. Как тебе? Мне нравится. А я фанат Долгополова же просто. Я, может, не признавался как-то до этого. Долгополов на меня повлияло, когда я уходил с ТНТ. Я очень много смотрел Долгополова. И мне очень нравилось, что я могу им восхищаться и признавать, что он меня превосходит в чем-то, и не завидовать. Потому что я его смотрел с точки зрения, что как так получилось, что я один из первых, кто занялся стендапом на русском языке. А вот я смотрю на парня, который умеет делать вещи, которые я не умею. А я работаю ежедневно. Я работаю просто как сумасшедший в этой системе. И что пошло не так, что парень, который начал позже меня, делает какие-то вещи, которые меня искренне восхищают. И вот я помню, что я такой, блин... Не в смысле, что я ему завидовал, а я такой, блин, ты крутой, я тоже так хочу. Я тоже хочу, ну, знаешь, там... Ты видел вообще, что он творил? Ты его концерт второй смотрел? Ты просто вообще такой дерзкий чел, как он там... Ну... Ну, мне много, конечно, там, кто нравится. Я знаю, что я тогда его в пятерке любимых комиков не назвал. Но у меня был момент, что типа там ТНТ с некоторым предубеждением относилась к Долгополову. Я помню тот момент, когда в Инстаграме в Интересном мне попалось какое-то видео о Долгополове. Я такой, блин, что это Долгополов? И я его включил. И шутка была настолько смешная, что она меня рассмешила через мое некоторое скептическое отношение к нему. Я аж засмеялся в голос, такой, боже, как смешно. И я потом начал смотреть его концерты. И потом я смотрел его концерты. Я помню, что я ставил на паузу и оставлял на завтра, чтобы типа досмотреть еще завтра. Ты разочарован в басте? Не сказать, что я плакал ночами. Но как-то почему-то, я не знаю почему, он мне до этого казался по его текстам таким крутым парнем. Или родным? Не скажу, что сильно родным, но таким трушным, знаешь. И как будто бы в стиле его поведения в его текстах, в его как бы посыле было бы, чтобы он что-то сказал. Я могу ошибаться. И общаясь с тобой, и общаясь, условно, с фейсом, и особенно смотря ютуб, особенно ту часть, которая против войны, и особенно украинский, я много вижу, как люди говорят, публичные люди говорят, этот высказался, этот не высказался. Почему же они молчат? Почему же они молчат? Я сейчас немного Валерия Карпина дам, главного тренера Ростова. Ну вот выскажутся они. А дальше что? Они окажут влияние на массы. Ты думаешь? Ну по-любому у них есть аудитория. Ну вот Вася Баста сейчас выскажется. Да. И какой-то Гена Всеволодов из Ростова задумается, блин, а может нас обманули? Может Вася Баста прав? Может действительно это развод? И это все несправедливо, и жестоко, и неправильно, и чудовищно. У него появится от его кумира какой-то посыл, которого он не имеет, и пока Вася Баста молчит, он думает, ну значит все нормально. Я понимаю, что ты как человек добрый, у которого дружеские отношения с пацанами из ТНТ, ЧБД и все остальное, ты не захочешь про них говорить плохо. Поэтому я зайду чуть со стороны, и ты сможешь сказать все, что ты захочешь или не захочешь. Есть или была индустрия юмора русскоязычного, стендапа. Там были две тусовки. Условно ТНТшная и условно стендап клуб номер один. Как повела себя тусовка в стендап клубе номер один, всем известно. Многие высказались, многие уехали. Долгополов вообще сейчас ведет на Навальный лайф лейт-шоу, каким он должен быть. Возможно, он должен быть смешнее, но тем не менее он ведет сатирическое, политическое шоу. Вот. И как повела себя тусовка комиков в ТНТ? Мы тоже знаем. Что ты скажешь людям, которые скажут, что, блин, мы вас так любили или любим, мы считали вас такими смелыми, крутыми, а вы сейчас ведете себя так, как тусовка комиков с ТНТ? Что бы ты сказал людям, которые глубоко в них разочарованы? Не знаю, я не знаю даже, что тут сказать. Тут видишь просто такой момент, что каждый отвечает сам за себя. И не то чтобы в оправдание ребятам, но я скажу такую вещь, что сейчас такое время, что любой твой поступок, любое твое действие и любое твое бездействие имеют определенные последствия. И если раньше, например, до войны, в каких-то сложных обстоятельствах жизненных и в каких-то ситуациях ты мог отмолчаться и на это могли не обратить внимание, или ты мог как-то высказаться так, чтобы и нашим, и вашим на это могли не обратить внимание, то сейчас все однозначно. То есть если ты, условно говоря, молчишь, то ты тоже несешь за это ответственность. В отношении тебя делают определенные выводы, и в отношении тебя есть некоторые умозаключения, которые тебе нечем крыть. Поэтому мне кажется, что они выбрали так поступить по каким-то причинам, я не знаю, может быть, руководство давит, не дает сказать, или что-то еще, или они сами решили не обострять, может, кто-то что-то боится, не хочет что-то терять. Думаю, что они вот этим своим поступком, они же понесут ответственность, и у этого тоже будет цена. А какую? Типа люди на концерты не будут приходить, когда все закончится? Ну не знаю, я не знаю, как сказать. Ну то есть ты… Стендап-комик же он такой какой-то, вы знаешь, типа… Революционер, вот он что-то говорит такое, что в офисе не пишется, а сейчас получается, что… Ну что ты будешь делать, во время войны шутить про то, как кошки от собак отличаются? Наверное, люди скажут, ну кошки от собак отличаются, но вроде еще что-то происходит, нет. Как я думаю, вот со стороны, не находясь внутри, как я себе объясняю, как это получилось? Несколько лет назад появился Label.com, где суперталантливый продюсер Слава Дус Мухаммедов… Бесспорно. …собрал команду очень талантливых чуваков, которые стали суперзвездами. Не только юмора, но и вообще современной русской жизни. Помог им, в общем, развиться и все остальное. И в момент великого потрясения, когда эти люди должны были проявить какую-то свободу… Не должны были, а хотели. Ну очевидно, что многие хотели бы что-то сказать, что-то сделать. Они не смогли это сделать, в том числе, потому что скованы какими-то… Даже не обязательно контрактными, а просто пацанскими обязательствами перед суперталантливым продюсером из «Газпром-медиа». Да. Что, получается, что все это для этого и придумывалось? Нет. Я с большим уважением отношусь к Славе Дус Мухаммедову. Хотя у меня с ним не сказать, что простые отношения, потому что я два раза уходил. И моя позиция всегда была, что я хочу быть независимым. Я не хочу быть в таком положении, когда мне могут что-то сказать, что нельзя делать. Я всегда стремился к тому, чтобы быть самому себе хозяином. И, в принципе, может, я не развился до каких-то огромных высот из-за этого, но мне так намного комфортнее. И я считаю, что именно из-за того, что ребята находятся в некоторой, скажем так, зависимости, имея некоторые обязательства перед вышестоящими руководителями, они не могут на сто процентов делать то, что они хотят. Я не хочу этим никого обидеть, но вот такая реальность. Ты дважды уходил с ТНТ? Да. Почему? В семнадцатом я иссяк. Физически и морально я иссяк полностью. Я выписался, я эмоционально вымотался в постоянном ощущении, что я недостаточно смешной, что я хочу быть смешнее, у меня не получается. Психологически загнался, заездился по гастролям. И, двигая какой-то стол в Лондоне, куда я прилетел с Дальнего Востока, а на Дальний Восток я прилетел тоже откуда-то с гастролями, я сорвал спину, и у меня образовалась межпозвонковая грыжа 8 мм в пояснице, что меня напрочь вынесло вообще в номинации «А как дальше жить?». На тот момент вот так произошло. Хотя люди с этим живут, но мне было тяжело ходить, тяжело двигаться. Я ходил на какие-то процедуры, мне говорили, что мне нужна операция. Я не мог все это как-то принять, и я решил, что мне нужно отдохнуть. Я понял, что я не хочу дальше бежать в колесницы, деньги-деньги-деньги, выступления-выступления-выступления. Я понял, что я хочу отдохнуть, и я решил с подачи одного человека, которого я уважал, поехать на полгода отдохнуть. — В Индию? — В Индию, на Бали. Большое путешествие было в Штаты, Лондон, Непал. Я на тот момент прочитал книгу Уолтера Айзексона «Стив Джобс». И меня там зацепило, что Стив Джобс ездил в Индию в какие-то ретриты. Я слышал много где, что люди едут в Индию за просветлением, что это как-то интересно, круто. Я пришел в офис, сказал, ребят, вот я не сильно в хорошем состоянии, я буду сваливать. Все мне сказали, ну как же так, Дим, все только начинается. Я сказал, ну вот так. Все мне пожали руку, сказали, были рады идти вместе с тобой. Пиши, если что надо, мы тебя любим, ценим, возвращайся, езжай. И я поехал. Сложил все вещи со съемной квартиры с женой на склад. Поставили тачку в паркинг какой-то на окраине Москвы. И вылетели в это путешествие, которое по прошествию полугода, и вернувшись обратно уже со звонком от Белого, что мы тут делаем Дяхан, мы тут делаем концерт Дяхан, это мы так друг друга с Белым называем. Как Дяхан? Не знаю почему. В шутку так на зоне, по-моему, друг друга называют. Могу ошибаться. Дяхан, он мне позвонил, я был на Бали, мы тут делаем концерт. Пять лет стендапа, по-моему. Выступишь. Я говорю, Дяхан, я завязал. Он говорит, ну выступи. Я подумал, хорошо выступлю. Я вернулся, выступил на пять лет стендапа, пришел Слава. Говорит, ну как ты? Я говорю, нормально. Он говорит, ну что ты, возвращаешься обратно? Я говорю, ну по ходу, наверное, да. И вернулся обратно. Потом ты снова ушел? Потом я снова ушел. За эти полгода я понял, что я вообще ничего не потерял, что все как неслись в колеснице, так и несутся. Я нормально отдохнул, провел время, вернулся обратно, и тоже запрыгнул, и поднесся дальше. То есть я не почувствовал, что я что-то упустил в этой жизни, кроме того, что я полгода наслаждался этой жизнью, а не сидел в офисе и пытался 386-й раз передобить одну и ту же шутку с какими-то комиками. Второй раз я ушел, потому что возник конфликт интересов. Я вернувшись после первого раза. Там было такое правило, что если ты выступаешь с концертами, ты должен быть в общем графике. Общий график — это некое соглашение не наступать друг другу на пятки в городах и ставить концерты. Возможно, я не должен это рассказывать, но я не думаю, что в этом что-то есть секретное и опасное. Не наступать друг другу на пятки в городах и ставить концерты в городах с определенным интервалом, чтобы не портить продажи своим коллегам. По-моему, рок-группы так тоже делают. Ну мы практически рок-группами тогда были. И как-то я не то чтобы специально прятался и лил. Мне никто не сказал, что надо становиться в график. Ну я и не становился в график. И в тот момент я очередной раз поверил в свои силы и решил, что я буду ездить с сольными концертами. Хотя до этого я ездил в сборных концертах. И как-то мне так удалось снять какой-то офис маленький, нанять девочку-помощницу. Поступали заявки, я купил телефон мобильный, вставил туда симку, написал у себя в соцсетях телефон менеджера, дал ей телефон, она принимала звонки. Люди хотели заказать концерт. Мы наставили городов 20. И когда я опубликовал тур у себя в телефоне, оказалось, что я должен был согласовывать. А на тот момент я уже не хотел ничего согласовывать. Поэтому я пришел и сказал, что я не хочу ничего согласовывать. Я хочу отбыть с благодарностью в сольное плавание. У нас состоялся разговор со Славой. Он сказал, что так не делается. Я его понимаю прекрасно. И он мне сказал, что если я хочу отбыть, то я не могу использовать тот материал, который я написал в будущем коллективе. И потому что по контрактам я этот материал передал продакшену. Я ушел думать, вернулся и сказал, хорошо, я оставляю то, с чем я выступал, то, что принадлежит продакшену, то, на что я отчудил авторские права. И у меня на тот момент было минут 25 нового. Я докидал еще каких-то мыслей. Слава с протянутой рукой, с открытым сердцем сказал мне, чувак, пойди попробуй. Может, это говно, то, что я написал. Если у тебя будут какие-то проблемы, ты поймешь, что ты не вытягиваешь. Благородно поступил, дал мне возможность попасть в лужу, если что вернуться. Я понял, что мне устраивает то качество материала. И отбыл в сольное плавание. И после этого года три мы со Славой не общались. Как-то в порыве добрых чувств, вызванных, наверное, интервью Карену Адамяну. После этого интервью я там что-то рассказывал. Видно, во мне сидела какая-то небольшая какашечка. И я, может, не сильно, должным образом, с благодарностью высказался про время на ТНТ. Я сказал, что было тяжело. Следующий в этом интервью у Карена был белый. И он сказал, что ему это не сильно нравится. То, что некоторые комики не с достаточной благодарностью отзываются о том периоде нашей жизни. Я подумал, что действительно он прав и написал всем благодарности. Они были искренни. Я действительно благодарен. Через какое-то время еще у меня есть друг Дима Шпеньков, который бывший редактор высшей лиги КВН. Дима Шпеньков работает тоже в Камеди. И делал себе какой-то проект, который сейчас из-за войны не вышел. И Дима предложил Славе мою кандидатуру поучаствовать. Это было на канале «Россия-1». Мы со Славой встретились, обнялись, пожали друг другу руки. И я там снял шесть монологов, которые не выйдут уже. — На «Россия-1»? — Да. — Когда ты их записывал? — Осенью, по-моему. — Осенью 21-го года, когда весь мир трубит о том, что война с Украиной вот-вот начнется. — Трубили уже на то время? — Да. 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 Путин в конце лета или в начале осени опубликовал свою статью про Украину. Знаменитую. — Исторический очерк. — Именно так. Эссе. — Гражданину Украины идти записывать монологи на один из двух главных пропагандистских каналах, где с утра до вечера говорят, что украинцы — это не совсем люди, а Украина — это совсем не государство — это норм? — Я понимаю твой вопрос, стирая претензию в твоем лице от ваших зрителей. Опять-таки, я об этом так активно не думал, хотя я понимаю, что то, что я говорю, не так состоятельно выглядит, как хотелось бы. Я шучу на бытовые темы, не затрагиваю политику. В случае жизни летел в самолете. Я их снял. — Михаил Михайлович Жванецкий — одессит. Он выходил на канале «Россия-1» при всей своей любви к Украине и к Одессе. — Мне очень хочется обсуждать человека, которого сейчас нет и который из другого поколения. — Согласен. Я просто вспомнил. — Мне было бы очень интересно, что бы он делал, если бы он был сейчас. И мне жалко, что никаких великих взрослых людей не осталось к этому моменту. — Дима Романов. Начинается война. Все комики из ТНТ-шной тусовки молчат. А он уезжает и еще и публично заявляет о том, что если вы хотите сохранить вообще совесть и что-то, я бы вам советовал так же делать. Скажи как его друг, что случилось? — Ну, не стоит забывать, что он гражданин Украины. Это его дом, это его там душа, это его корни, это то, откуда он. И, наверное, когда там… Тоже видишь, как в Украине Одесса, она всегда такая, мы типа русскоязычная, русскоязычная. Мы там даже украинский язык не до конца знаем, но при этом Одесса такая, мы Украина, там все. И, наверное, когда он увидел, как летят ракеты туда, то это такое чувство, которое никому не пожелаешь. И здесь уже, наверное, не до денег и не до комфорта и не до чего. Здесь уже ты просто либо как-то себя уважаешь и являешься человеком, либо ты просто, наверное, сам себя никогда в жизни не простишь. — В одном из своих выступлений в Инстаграме ты обращаешься к известным российским артистам. — Да. — И говоришь, что молчать стыдно, надо уезжать и говорить. Ну, поскольку оставаться в России и говорить в целом сейчас практически невозможно. — Да. — Давай я подвергну сомнение и критике. — С удовольствием. — Давай я предложу альтернативный взгляд на этот подход. У тебя же украинский паспорт. — Да. — Как выехать, например, Сереге Орлову, когда у него нет паспорта, который позволяет без виз, у которого только российский паспорт? — Я думал об этом. Есть ряд стран, куда можно выехать с российским паспортом. Турция, Эмираты, Грузия. Там уже можно получить визу, если у тебя не было шенгена. И приезжать, заявив свою позицию с выступлениями или не с выступлениями в Европу. — Хорошо. — Я понимаю при этом, что мне, человеку с украинским паспортом, намного проще это сделать, чем гражданам России. В плане того, что чтобы гражданам России это делать, нужно обладать более, скажем так, яичками побольше. И это большее геройство — уехать, будучи гражданином России, чем мне. Но все же возможно при желании. И я понимаю в то же время, что у тех, кто из России, есть вопрос, от чего я должен куда-то уезжать. Я отсюда. Я ни в чем не виноват. Я ничего не делал плохого. Да, я не согласен, но я не готов странствовать, чтобы помочь Украине. — Так. Что ответить этим людям? Это очень резонная цепочка. — Резонная цепочка. Цепочки я простраиваю давно, мне это нравится. Это выбор каждого человека. Я опять-таки не осудил этих людей. Я нашел какой-то вариант и дал этим людям понять, что вариант есть. И призвал их воспользоваться. — Хорошо, давай еще о практической ситуации. Все карты российских банков заблокированы. В Европе им нельзя пользоваться. У тебя есть счет не только в России, но и как минимум в Украине. Все украинские карточки работают. — Да. — Условный смирняга, у которого нет украинской карточки, как ему выезжать? — С кэшем. — Весь кэш, который он может взять — это 10 тысяч долларов? — Да. Также, помимо этого, можно вывести деньги с российских карточек в крипту и обналичить их в другой стране. Это, собственно, схема, которой воспользовались многие, кто уезжал. Одна из немногих на данный момент возможная для реализации. Я даже публиковал гайд, как вывести деньги через крипту в своем телеграм-канале. Для тех, кто сознателен против того, что происходит в России и хочет уехать и думает, как бы с деньгами. Такая мысль. За последнее время для меня одна из самых больших радостей, что я оказался не говном. Потому что если бы я остался в своей ситуации, то я бы прям говном бы оказался. Вот что я чувствую. И за это спасибо, наверное, моим родителям. Потому что если бы я, будучи украинцем, остался при этом всем, как есть другие украинцы, которые остались, то я бы себя не сильно важным чувствовал. У меня не было внутри такого ощущения — да, пофиг, на это все, рубим бабос дальше. Ты же понимаешь, что под этим видео будут люди, которые, в том числе из Украины, которые скажут, что сладко поешь, но ты рубил эти бабки 8 лет, когда война в Украине шла. И часть этих бабок я жертвую на благотворительность не для того, чтобы откупиться. Я зарабатывал деньги, они у меня есть. Да, это происходило при 8 годах войне в Украине. Но опять-таки, не зарабатывая деньги в России, я не видел четкой взаимосвязи, что я как-то врежу Украине. Я не как-то пускал эти бабки в целях России. Нет, я зарабатывал эти деньги, тратил их на еду, на что-то еще. На свой быт. Вообще, мы думали, что мы окажемся в такой точке, когда ты будешь смотреть на них двоих, и из них двоих Лукашенко будет выглядеть более адекватным. Вообще, это возможно? Кто-то думал, что такое возможно? Ты такой — вот в нем вот киборг, и вот что-то человеческое. Ну такое. Ну я понимаю, но оказалось, что вот уже. Кровожадный. Я слышал, что комики из ТНТ то ли летали, то ли им предлагали лететь с выступлением в Сирию. Да, предлагали, но, по-моему, никто не летал. Ты был среди тех компаний? Нет, конечно. Я на тот момент уже был не в обойме, по-моему. В каком году Сирия была? Ну она в 15-м началась, и так или менее… Мне точно не предлагали, но, по-моему, меня в тот момент не было. Ну если бы предложили, понятное дело, что я бы не полетел. Это вообще уже ту матч. Ну, причем тут я к военным в Сирии. Даже за деньги, я думаю, я бы не полетел. Как вас зовут? Максим, у вас знакомо лицо по чему-то? Знакомо лицо по чему-то? Мы в Люблине виделись. Здорово, да, на складе. С кем ты пришел? С ней. Вы еще не познакомились? Как вас зовут? Елизавета. Чем занимается Елизавета в Польше? Больше отдыхайте. Больше отдыхайте. Сейчас тут ноги отдыхают. Какой курорт вы выбрали? Самый лучший курорт. Как он называется? У Максима дома. У Максима дома? Ты смотрел стендап из «Бомбоубежища» Феликса Редьки? Да-да, и Абекира. Стендап из «Бомбоубежища» тоже вышел, прикольный. Вот что могу интересно рассказать, как отличались выступления, в частности, в Варшаве, от выступлений, которые проходят в Москве или где-то в России. Мне там ребята говорили, что мы выступаем в Москве, и люди смеются сильнее, наоборот, хочется отвлечься, посмеяться. А здесь, когда были первые выступления, самые первые, благотворительные, еще у меня не было концерта, там другие ребята выступали, и они говорили, что они не могли рассказывать шутки свои стандартные людям, потому что люди сидят… Там кто-то буквально вот приехал оттуда, откуда бомбили, и они остановили концерт и просто начали с людьми разговаривать, говорить, что… Как вы отвлекаетесь там, что вы смотрите? И люди начали говорить, мы там смотрим Арестовича, чтобы успокоиться, мы там это… И вот они просто в таком формате просто диалога провели этот вечер, потому что люди не были готовы в тот момент просто смеяться, что-то еще. А когда у меня были первые концерты, я говорил, ребята, расслабьтесь, мы можем посмеяться, мы там делаем хорошее дело, мы отправим эти деньги, мы не предаем никого, что мы здесь веселимся в этом, нет ничего там плохого. То есть приходилось вот эти вещи все проговаривать, потому что вот такое напряжение присутствовало. Мы в Андорре. Так и есть. Почему после Польши ты выбирал, куда ехать жить и выбрал именно это место? Во-первых, потому что здесь живет товарищ, хороший товарищ, который может многое подсказать, рассказать, как что сделать, это немаловажно. Здесь могут дать мне ВНЖ и жене моей, и здесь низкие налоги. Я все-таки хочу жить в Европе, то есть я не… не США, не моя тема. Вот Европа, работать по Европе, и при этом делать все в белую, платить налоги, быть легальным. Здесь налог, по-моему, максимальный 10%, поэтому почему нет? — Были ли у тебя мысли вернуться в Украину? — Хороший вопрос. Не было. — Почему? — Я объясню. Во-первых, во-первых, это вот, знаешь, коммерческие, комментариям людей, что ж ты в Европу поехал, а не на Украину воевать. Это вот люди пророссийско настроенные, которые такие, типа, такой умный, да, уехал совет и даешь, что ж не в Украину поехал. — На это надо ответить. — Я отвечу. Во-первых, у меня белый билет. То есть на войну, если и попасть воевать, я бы и смог, только по какому-то своему желанию, не проходя через какие-то официальные армейские инстанции. Ну, навряд ли такое возможно. Во-вторых, я считаю, что я вообще не военный человек. То есть умереть, поймать пулю за свою родину можно, но я не сильно готов, к сожалению. Объясню почему. Потому что я уехал с Украины 12 лет назад и хотел жить и развиваться в России. Через 12 лет оказалось, что это моя хотелка не сильно дальше осуществима. И теперь я уехал в Европу. У меня нет желания после 12 лет вернуться обратно и защищать собой свою родину. У меня есть желание помочь максимум, как я могу из-за границы. Говорю честно, без всяких выдуманных историй. Вот я могу выступать, перечислять деньги, я могу придавать огласке свою позицию, Я могу быть активно несогласным с тем, что происходит. Если это хоть как-то поможет, я буду очень рад. Я не чувствую себя военным человеком. Я честно скажу, я боюсь этого. И поэтому я выбрал путь помощи финансовой, путь помощи огласки. И я считаю, это тоже важно. У меня брат в армии, родной брат. — Он в террабороне или в ЗСУ? — Нет, он в ЗСУ. И это то, что на самом деле всю нашу семью, мягко сказать, немного шокирует и заставляет очень сильно переживать. Потому что ты не можешь ничего с этим сделать. Все, что ты можешь — это молиться ежедневно, чтобы у него все было хорошо. — Он сам пошел как доброволец или по мобилизации? — Он говорит, что ему дали повестку в автобусе. Но он идейно и по своему внутреннему естеству был к этому готов. Он на момент начала войны находился в Санкт-Петербурге. Он ездил наездами в Питер. Он художник. И он ездил учиться там повышать мастерство, в мастерскую к одному питерскому художнику. И когда началась война, он был в Питере. Он пытался ходить в Питере на пикеты вот эти, выходил на улицу. — Антивоенный? — Антивоенный, да. Пришивал себе звезду Давида, чтобы показать свою позицию как-то. Это не давало ничего. Его просто скрутили, посадили. Ему удалось этого избежать. Он решил выехать. Он выехал с Питера в Финляндию, в Хельсинки. С Хельсинки улетел в Бухарест, в Румынию. И с Румынии на машине вернулся в Одессу. Начал ходить волонтером на пляж, набирать песок в мешки для того, чтобы… — Памятники обладать. — Да, памятники, укреплять везде баррикады. Но говорил, что не чувствует себя сильно полезным. И собирался пойти в военкомат. Мы его всячески отговаривали, чтобы он не шел в военкомат. Он в военкомат не пошел и через пару дней сказал, что в автобусе дали повестку. Это при том, что у меня в Одессе много друзей. Никому из них повестку не дали. Дали только моему брату, который такой честный, идейный человек. И он вообще, как я, совершенно не Рэмбо. — Не думаешь ли, что он вас обманул? Что он просто дошел до военкомата, а вам придумал более… — Была такая мысль, я не могу сказать точно. Я у него не спрашивал насчет этого. — Какая у тебя эмоция была по отношению к нему? — Эмоция сильного уважения, ограничивающего с очень сильной опаской за его жизнь. То есть временами меня прямо накрывает от того, что не дай бог может что-то случится. — Ты окончил Одесскую национальную академию пищевых технологий с дипломом инженер-механик по хранению и переработке зерна. — Да, у меня была шутка про это, что, по сути, я учился на мышь. И эту шутку нужна для должного придумала мне Ирина Мехова из женского стендапа. — Супер. Просто… — Она очень много шуток придумала нам всем. И я считаю, что не получила за время своего нахождения с нами должного респекта. Ира. — Можешь коротко объяснить, чему там учат? Что это за предметы? — Сопромат, теоретическая механика, теория конструкционных материалов, начертательная геометрия, высшая математика. Поначалу все начинается с общих, там, религиоведения, типа, о, прикольное религиоведение. А потом Сопромат, я такой, а туда ли я попал. — Ну, это очень умные мыши, получается. — Мыши, получается, вообще легендарные. — Расскажи про Украину последних лет. Что это за страна? — Это очень свободное государство. Ты прям границу проезжаешь на машине из России и в воздухе другой совсем. И для меня в этом плане очень дико, что сейчас страна, которая… намного более несвободная, пытается их освободить, скажем так. Как-то вот освободить, наверное, можно только до своего уровня, но тяжело кого-то освободить, кто был свободнее, чем ты. Украина — это страна, которая прошла какой-то значительный путь путем и, к сожалению, человеческих жертв, и путем всяких революций, майданов, стояние на площадях отстаивания своих каких-то интересов, евроинтеграции, по тому, чтобы ушел президент Янукович, который всех как бы держал как бы в таком немного рэкетском, мне кажется, положении с точки зрения бизнеса. Пришел прекрасный президент Зеленский, молодой. Я думаю, ты скажешь, Порошенко. Порошенко — чудесный человек, такие вкусные конфеты. Нет, я про Зеленского. Это было для всех такое проявление свободы и демократии, что могут выбрать комика, который выступал, который вы все знали. При этом, кроме этого, который на самом деле очень хороший менеджер, и который эта война показывает, насколько он приобрел поддержку у народа и насколько он круто руководит страной в этом тяжелейшем положении. И он начал пытаться делать какие-то реформы. Понятно, что на местах, везде в городах оставались еще вот те старые ребята, которые были погружены в какие-то коррупционные истории и не хотели уходить с мест. Но то, что Украина развивалась и двигалась в направлении демократического развития — это было видно. Да, я не скажу, что в Украине была Монако, Швейцария. Были города, которые жили побогаче, были города, которые жили победнее. Но наблюдалась тенденция, и это дорогого стоит. Я правильно понимаю, что коррупция никуда не ушла? Коррупция так быстро не уходит, мне кажется. Ну, я думаю, что ее стало чуть меньше. И движение в эту сторону было значительным. Из всех моих друзей, знакомых, близких, всех, кого я знаю в Одессе лично, я не знаю ни одного человека, который хотел бы, чтобы когда-либо Одесса стала частью России. Несмотря на всех этих людей, которые смотрели российское ТВ, мою бабушку даже взять, которая смотрит «Спутниковую тарелку», до войны смотрела точно. Только вот «Русское ТВ», ей нравилось «Русское ТВ». Но она никогда не говорила, вот бы пришел Путин, как бы было здорово. Такого не было. Как в Одессе относятся к сериалу «Ликвидация»? Опять-таки до тех событий с Пореченковым до 2014 года многие одесситы считали этот сериал очень крутым. И он действительно, если отбросить, хотя невозможно сейчас отбросить всю составляющую политическую, военную, он классно сделанный сериал. — А «Говор» похож? — Мне кажется, сериал «Ликвидация» максимально близок к тому, что может быть в Одессе. К тому, что могло быть в Одессе во времена тех, которые показаны в сериале. — Но злая ирония, да? Что Пореченков, Машков — это люди, которые сейчас за такой русский мир. — Я в шоке. Я смотрел этот концерт в Лужниках. Этот Певцов с буквой «З». Этот Машков с буквой «З» в голове, наверное, у него. Какой-то стоит и срам, если честно. — Ну, говорят, что аксесс актеров просто в целом небольшой же всегда. — Я слышал это мнение. — Как говорили Невзоров? — Гордон это, по-моему, говорил. Или Невзоров. Что они, типа, не сильные интеллектуальные люди. Они учат текст. — Невзоров говорил, что это люди, которые учат чужой ценой их работу, покрасиво произносить чей-то текст. Есть такая тема, не хочу никого обидеть, что актеры действительно могут быть не сверх, там, в широкой массе интеллектуалы. В целом, для того, чтобы быть актером, получается, так, если посудить, надо уметь врать. Я ходил в актерскую школу Герману Седакову. — Серега Гилёв — наш друг, выпускник этой школы. — Мой одногруппник. — Ты мой одногруппник? — Да, Серега Гилёв. — И Батишта ещё из Бандераса. — Батишта. Мы все одногруппы были. Мой одногруппник — Янчик, Сати Казанова, Лукерий Ильяшенко, Ильяшенко. Мы все учились вместе. Я достаточно деревянин в плане актерства. Изменения между мной в начале полугодового курса и в конце какие-то были, но минимальные. Как сказал сам Герман Седаков в конце, Дима стал менее деревянным. И мою проблему он объяснил в том, что я не умею врать. Что я слишком честный для того, чтобы быть актером. — Никогда не думал об этом. — Вот так. Получается, чтобы какую-то роль сыграть, тебе нужно немного приврать, что ты другой. Как на уровне речи, так и на уровне тела. Побыть каким-то другим человеком. — Как ты видишь отношения в будущем украинцев и людей из России? — К сожалению, очень долго оно будет очень негативным. При всем желании, чтобы это было не так. Но украинцы полны злобы за то, что российское правительство себе позволило на территории Украины. И к этой злобе примешивается злоба на всех русских. К сожалению. И украинцев можно понять. Я не могу кричать, что все русские должны умереть. Потому что я не был там. Но я понимаю, насколько им тяжело. Если бы Китай бомбил Россию, и люди сидели бы в подвалах, они бы желали зла всем китайцам. Тяжело разделить тех, кто конкретно это делает, тех, кто согласен с этим, от тех, кто просто сидит. Точно так же, как санкции вводили. Заблокировали счета всем. На Евроклире — это оператор, который занимается инвестициями. У меня были какие-то инвестиции в ценные бумаги. Заблокировали всем, потому что им тяжело вычислить, кто под санкциями конкретно, и чьи бумаги там лежат, а кто нет. И они заблокировали всем. — Всем гражданам России? — Да. — Ты не гражданин России? — У меня они лежали через других людей. — Так можно? — Да. Немножко в будущее переносимся. Мы уже закончили, но Дима подошел и сказал, что что-то не так. — Да. Получилось, что я немного сьюлил. Я ожидал почему-то, что ты задашь этот вопрос, но ты его не задал. И получилось, что я как бы и не должен отвечать. Но в конце ты его микро задал, и я на автомате сьюлил, потому что привык это скрывать. И не хотел бы, чтобы об этом знали. Но я в то же время не хочу, чтобы это вышло так, как получилось сейчас. Поэтому я хочу сказать, что я сьюлил, чтобы быть до конца честным. В 2018 году я после долгих походов во всякие службы по миграции, стояния в очередях, все время, когда нужно было получать какие-то штампики, получать разрешение на временное проживание, вид на жительство. В 2018 году я получил российский паспорт для того, чтобы это все не делать. Я не скажу, что в нынешних условиях я как-то от этого счастлив. Совершенно нет. У меня даже мысли были пойти его сдать, но на это нужно потратить время. Если у меня это гражданство заберут, я не буду расстроен. Но хочу быть до конца честным и с тобой, и со всеми, кто нас посмотрит. Это не отменяет никак всего того, что я говорил до этого. А как это может отменять? Ну, типа, кто-то подумает, а если у него русский паспорт еще есть, то все это чепуха. Нет, это не чепуха. Я говорил все, как действительно думаю, и хотел добавить вот это, чтобы быть до конца честным. Что ты планируешь делать с этим паспортом? Я думал пойти сдать, но нужна Марокко, и, возможно, для этого нужно ехать в Россию и получать какие-то справки. Поэтому ничего. Пока что. Что дальше? В Россию я ехать точно не собираюсь. Сжечь его? Ну, можно. Не знаю. Пусть лежит, не знаю. Пойти отказываться? Возможно, со временем, когда хочу тратить на это время. Сейчас вообще не хочу на это тратить время. В идеале, если меня лишат. Я ценю эту откровенность. Спасибо. 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 Что случилось 2 мая 2014 года в Одессе? Мне тяжело сказать, что я знаю это точно. Насколько я сделал свой вывод? Ну, ты же общался с родными, с друзьями по этому поводу. А никто же не знает точной версии. Есть две версии. Так, какие? Одна, которую раскачивают российские СМИ и раскачивали всегда. Что нацисты пожгли сторонников русского мира. Да. А другая версия, которая мне кажется намного более правдоподобной. Это то, что при помощи провокаций, так же, как было на Донбассе, когда провозгласили ДНР и ЛНР. Хотели раскачать еще и сделать ОНР. Хотели раскачать, сделать где-то еще какое-то НР. Были завезены люди, которые все это раскачивали. Из того, что я пересмотрел, шло два шествия. Две колонны. Одна колонна сторонников Евромайдана. Людей, которые топились за то, что мы в Европу. И вторая колонна людей противников евроинтеграции, сторонников русского мира, которые базировались на Куликовом поле, поставили там палаточный городок, вывесили российские флаги, мы за Россию, мы хотим в Россию, как Донбасс, как Луганск. И когда эта стычка началась в городе, на Дерибасовской, если посмотреть видео, то милиция одесская, которая с собой преграждала две колонны, между ними была щитом, чтобы они напрямую не зашли в, скажем так, спарринг прямой в стычку. Из-за спин милиции чувак по кличке, по-моему, Боцман стрелял с оружия автомата в людей, и они ему ничего не говорили. А после этого конфликта глава одесского МВД, одесской милиции, некий человек по фамилии Фу-Чи-Джи, полковник Фу-Чи-Джи, когда конфликт этот закончился, он скрылся бегством в Приднестровье и потом уехал в Россию. Мне кажется, это о многом говорит. Я не берусь говорить однозначно, я не политолог, не… Но потом сторонники русского мира сгорели в Доме профсоюзов. Так и было. Что происходило на самом деле внутри Дома профсоюзов? Кто это поджег? Было ли там какое-то вещество ядовитое, какой-то хлороформ? Кто это провоцировал? И кто в этом прав, кто виноват? Я не берусь сказать наверняка. Но свое мнение, исходя из того, что я посмотрел, я сформировал. Твоя концепция — ты и твое будущее. Ты пока здесь? Ну да. Что ты здесь делаешь? Получаешь документы? Делаю вид на жительство. Он делается очень долго. Там шесть месяцев нельзя выезжать. Это время вообще из Польши. За пределы Польши? Да. Даже не ЕС? Нет, за пределы Польши. И, соответственно, пишу много нового материала. Что-то выступаю с ребятами. Думаем какие-то форматы, что-то еще. Делали, получается, 8 или 9 благотворительных концертов. Отправили все деньги. Хотели именно не беженцам помочь, а чтобы это все шло на гуманитарные нужды непосредственно людям, кто в Украине. И в силу того, что есть там много каких-то друзей, приятелей в Украине, есть возможность проверить фонды, чтобы сказали, вот давайте лучше сюда или сюда, то есть уверенность, что все доходит куда нужно, и что этот процесс четкий. Полгода ты гастролируешь здесь? Ну, пока есть спрос. Потом буду просто писать материал, делать какие-то там проверочные концерты. Давит то, что ты не можешь выехать из страны так долго? Да нет, нет. Да опять-таки ты просто представляешь как бы… Я считаю так, что вот мы точно там те люди, которые не имеют никого права жаловаться, потому что у нас все в порядке. По сравнению с тем, что сейчас там переживают люди, это вообще эти проблемы — ничто. Ты в Польше дал благотворительные концерты? Да. Деньги от них ты конкретно сюда? Конкретно сюда все деньги передал сегодня человеку, который здесь за главного. Меня спросили, на что я хочу их потратить, я сказал, что мне в принципе без разницы, что там важнее. Сказали, что сейчас еда важнее, и на них купят еды. В Украину? В Украину, конечно. Не для волонтеров. В Украину для людей, которые там терпят отсутствие еды. Ты можешь сказать, сколько тебе принесли эти концерты? Да. Эти концерты принесли мне не так много денег, потому что это были маленькие концерты, помещение на 100 человек. Я передал сюда 2160 евро. За два концерта? За два концерта. Это моя доляха. Есть еще доляха ребят, кто организовывал. Это уже на их усмотрение. Захотят куда-то передадут, захотят нет. Рассказывают, что здесь как-то меняется помощь. То есть изначально она была какой-то спорадической, неожиданной, а сейчас… Это эффект привыкания, эффект того, что сначала все хотели помочь, такая беда, давайте мы вам денег. Постоянно фуры с разных стран, Испания, Португалия. Люди частным образом на микроавтобусах привозят, что у них там удалось собрать, купить. Лондонские такси из Лондона сюда, вот эти черные кэбы. Приезжали полностью загруженный прямо внутрь на склад. И отсюда брали беженцев и отвозили их в Лондон, которые хотели переехать в Англию. Желание помочь, резкий всплеск, он немного подутих, а помощь нужна постоянно, и поэтому… Поэтому нужно продолжать людей информировать, взывать о том, что нужна какая-то помощь, и чтобы продолжался поток. Потому что люди задонатили, кто сколько мог, люди передали какие-то вещи, ну там два-три раза, и потом кажется, как будто мы помогли. Получился такой всплеск, и сейчас такой спад. Я не исключаю, что будут люди, которые посмотрят этот выпуск и скажут. Особенно если это люди, которые следили за тобой и за всеми вот шутками, за всей твоей самоиронией. И они скажут. Все ясно. Значит, человек восемь лет здесь жил после аннексии Крыма. Зарабатывал. А когда понял, что начинается событие, после которого Россию очевидно ждет, если не нищета, то как минимум сложнейший экономический кризис, когда денег здесь будет тяжело заработать. Он взял и уехал. Легенда интересная. Почему тогда Баса, там, другие известные люди, которые остаются, если будет так плохо... Они не такие хитрые, как ты. Да. Я хитрец номер один. Фотография. Нет. Мой посыл... Я сейчас логику тебе привожу. Я думаю, я знаю людей хитрее меня, которые остаются. Я не хочу называть имена. Мы их обсуждали сегодня. Которые надеются продолжать зарабатывать хорошие деньги. И мне кажется, что при всем том, что происходит, они будут продолжать давать концерты, зарабатывать по сравнению с другими людьми очень хорошие деньги. Даже при том, что вокруг все будет становиться хуже с точки зрения экономического развития и прочего. Но чувствовать они себя будут вполне в шоколаде. Мой посыл, как бы кому-то не показалось, друзья, что я рассчитал все еще 4 года назад. На самом деле, действительно душевные это для меня не свойственно, как мы говорили до этого. Да? Было раньше. Это та точка кульминации, в которую я попал и понял, что я хочу быть на другой стороне. Друзья, мой посыл действительно искренний. И в подкрепление моих слов я могу сказать, что я ни на что не претендую. Если вы считаете как-то по-другому, пожалуйста, мне ничего не нужно от украинцев. Я хочу помочь, как человек, у которого есть какой-то там ресурс, небольшой финансовый, небольшой физический, небольшой информационный, как человек, который действительно переживает сильно за своих родных, за тех, кто не является мне кровно родным, но близким является для меня человеком в Одессе, всем, кто в Украине страдает, я считаю это несправедливым. И мне в обмен на это ничего не нужно. То есть даже если мои концерты в Украине не будут разрешены никогда, ну, значит так. То есть у меня нет такого, что я это делаю, чтобы потом как бы где-то заработать. Не приходите, не устраивайте мне концерты. Тут нет никакого расчета. Я просто хочу помочь и не требую ничего взамен. Если вы считаете, что это человек, который восемь лет после аннексии Крыма и войны на Донбассе продолжал зарабатывать деньги в России, и он не достоин того, чтобы мы его как-то уважали, или любили, или ценили, или ходили к нему, это ваше право и полностью на вашей стороне мяч в этом плане. Я говорю, что я что-то почувствовал, пришел к какому-то катарсису и решил изменить положение дел в своей жизни. Я всем желаю добра и чтоб все это побыстрее закончилось. Ты допускаешь, что больше никогда не вернешься в Россию? Допускаю. Как ты к этому относишься? Тебе грустно от этого? Не сказать, что я прям не сплю ночами. Ну вот так получилось. Финальное? Да. В чем сила? Сила в понимании причинно-следственных связей. Я думал над этим вопросом и решил сказать вот так. В понимании, что если ты что-то делаешь, за это что-то приходит. что-то делаешь. Спасибо за просмотр!